После долгого простоя мусороперерабатывающий завод в Шенкенте вновь заработал, правда не на полную мощь. На заводе сегодня запущена всего одна линия. Вопрос с реализацией всей переработанной продукции пока остается открытым. Сейчас мы запускаем лишь одну линию, принимая за день по 80-90 тонн твердобытовых отходов. После подключения второй линии мы планируем перерабатывать до 200 тонн мусора в день. Планируем наладить сбыт пластиковой продукции в Узбекистан. Строительство многообещающего мегапроекта началось в Шенкенте в 2011 году. Столь нужное для города предприятие обошлось казне в 1 миллиард 300 миллионов тенге. Завод был запущен через три года и почти сразу остановился. Затем несколько лет тишины. В 2015 году многочисленные представители средств массовой информации становятся свидетелями грандиозного открытия предприятия. И месяцем позже очередной фиаско. Сегодня руководство ТО «Гринлайн» в очередной раз пытается запустить простаивающее предприятие. Правда, дело это не из легких. Мы стараемся сортировать весь мусор и производим подобные запуски завода. Для того, чтобы предприятие заработало на полную мощность, необходимо проверить всю аппаратуру и произвести смазку механизмов. А затем важно отработать сбыт готовой продукции. У технологий по переработке мусора много преимуществ. Из поступающего объема твердых бытовых отходов выбираются все виды пластиковых изделий. Бумажная упаковка, стекло, металл и резина. Из отсортированного пластика можно прямо на месте производить и редфлекс, и пластиковые листы, а из бумаги – эковато. Остальное прессуется в брикеты и отправляется на полигон для захоронения. А главное – исходный материал доступен в почти неограниченном количестве и совершенно бесплатен, если не считая его транспортировку на завод. Нерентабельным это производство просто не может быть и без сырья точно не останется. Особенно если учитывать, что население города с каждым годом увеличивается, а значит увеличивается и количество отходов его жизнедеятельности. На мусороперерабатывающем заводе сегодня трудится 35 человек. Если все пойдет по плану и завод заработает на полную мощь, количество сотрудников увеличится вдвое. В год завод может принимать от 180 до 200 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Учитывая опыт Гонконга и Сингапура, мусор можно перевести в электроэнергию. Станции могут вырабатывать до 50 мегавантов. Продолжение следует...